Вопрос. Можно ли молиться без свечек? Друзья мои, если мы вообще разберём, что такое молитва, то поймём, что этот вопрос, ну, так сказать, не сильно уместен. Но попробую всё-таки объяснить. Давным-давно, друзья мои, во времена нашего Господа Иисуса Христа, христианство было гонимой религией, чтобы вы знали. Они люди прятались в пещерах, под землёй прятались, в катакомбах прятались. И там они свечки ставили, чтобы свет был, чтобы могли взять Библию в руки, чтобы могли Библию читать, чтобы могли иногда молитвослово читать, служебные книги читать, богослужебные. И вот оттуда появилась такая традиция, чтобы люди свечки ставили. В дальнейшем, когда уже появилось, электричество появилось, люди уже свечку тоже начали, продолжали как бы ставить, но не так часто. Но это также имело с собой характер милостыни. Когда люди ставят свечку и за это какое-то там пожертвование оставляют. Это как бы милостыня. Но также можете милостыню ставить и без свечек, чтобы было понятно. И сейчас, когда, то есть, самое важное это молитва, свечка и так далее, это всего лишь традиция, да, можно и без свечек молиться. Сейчас, когда внутри мало веры у людей, когда у людей, к сожалению, очень мало знаний о христианстве, то только остаются внешние выражения, какие-то внешние, так сказать, обряды. Но, друзья мои, это все должно быть выражением. И что касается свечек, это не какой-то обряд, можно, это не какое-то таинство, да. Свечки это всего лишь традиция. Эту традицию никто не заставляет вас покупать свечки, никто не заставляет вас ставить свечки, сказать, только вот так можно молиться. Нет, друзья мои, молиться можно без свечек. Это стопроцентный момент такой.